Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Поэтому в ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Практикующие врачи хорошо знакомы с категорией больных, у которых голова болит ежедневно, ну или почти каждый день. Причем именно эти пациенты обращаются за помощью не только к неврологам, но и к врачам других специальностей в связи с разнообразием жалоб. Безрезультатный поиск органических причин этого хронического страдания, с одной стороны, и безуспешность фармакологического лечения, с другой, подчас оказывают разочаровывающее впечатление не только на пациента, но и на врача. Поэтому хроническая ежедневная головная боль представляет большую как диагностическую, так и терапевтическую проблему. Об этом мы и планируем поговорить сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, с нашими экспертами. Это врачи-неврологи Леонид Деревянко. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Анилов. Добрый день. Добрый день. Ничего, что я так сгустила краски в начале программы и заговорила сразу о безуспешности этого вопроса? Ну, вы отчасти правы, на самом деле. Тогда давайте, наверное, потихонечку начнем разбираться, да? И прежде всего, ну, нет человека, который не знает, что такое головная больник, который никогда ее не испытывал. Наверное, счастливый, если есть такой где-нибудь. Поэтому стоит определиться, что же считать хронической головной болью, то есть тема нашей сегодняшней программы. Международными экспертами по изучению головных болей хроническими головной болью считаются ежедневные или практически ежедневные головные боли, которыми люди страдают более 15 дней в месяц или 180 дней в году. А вообще, насколько эта проблема распространенная? Вот как много у вас пациентов с такими жалобами? Проблема, безусловно, очень распространенная. Действительно, нет человека, у которого бы не болела головная голова. Есть люди, у которых она болит редко, иногда. И вот люди, у которых она болит практически каждый день. До 10% популяции страдают хроническими головными болями. Ну и среди них можно... Кто эти люди, да? Кто эти люди? Это достаточно широкий спектр пациентов. То есть это, как правило, люди работающие. Это, как правило, люди достаточно молодые, которые ведут энергичный образ жизни. А женщины преобладают над мужчинами. Ну вот видите, говорите, широкий спектр все-таки на женщинах сужается. Да. Вот. Это много таких пациентов, которые работают в офисах, которые работают с компьютерами, у которых большая серьезная зрительная нагрузка. Вот. Ну вообще практически любой человек может страдать хронической, периодической головной болью. Ну я смелюсь предположить, что это, наверное, все равно люди, обремененные какими-то серьезными проблемами, руководители крупных подразделений, может быть. Или нет? Или это не обязательно? На самом деле не обязательно, потому что по международным исследованиям, социологическим и эпидемиологическим, большая часть, больший процент людей с определенными видами хронической головной боли приходится на людей с низким уровнем интеллекта, с низким уровнем образования. В начале программы Вы со мной согласились, что вопрос действительно очень сложный и не всегда решаемый. Так вот, часто ли удается не выяснить таки причину головных болей? Дело в том, что причины головной боли, как правило, определяются, когда мы имеем дело с вторичными головными болями. Например, головная боль на фоне повышенного артериального давления. Или головная боль после черепно-мозговой травмы. То есть вторичные головные боли. А так называемые первичные головные боли, они являются самостоятельными заболеваниями. И первичных головных болей их всего фактически три. Это мигрень. Это гораздо еще более распространенная хроническая головная боль напряжения. И редко встречающаяся кластерная пучковая головная боль. Головная боль напряжения, она встречается намного чаще, чем мигрень. Это порядка 70% всех первичных головных болей. Самая распространенная, да, получается? Самая распространенная во всем мире. Она связана с напряжением мышц шеи, затылка и мышц, которые находятся под волосами. Лба. С одной стороны, вот это напряжение мышц. С другой стороны, как правило, стрессовая нагрузка, которая приводит тоже к напряжению мышц. Это все вызывает вот такую головную боль, которая связана часто с нарушением венозной циркуляции крови. И вот как раз такая головная боль возникает чаще всего у офисных работников, которые весь день проводят в офисе, за компьютером, в напряжении. В вынужденном положении. Да, в вынужденном положении перед компьютером. То есть мы сами напрягаем эти мышцы, получается? Да, да. Да, за счет того, что очень часто как бы монитор стоит под тем углом, не на том уровне, вынужденное положение шеи, либо слишком, мы смотрим как бы вниз, либо наоборот. Сдираем голову, вынужденное напряжение приводит к хроническому напряжению мышц шеи, а, так сказать, длительная фиксация пози, и зрительная в том числе, происходит напряжение мышц лба, которое в целом происходит напряжение мышц скальпа, натягивается. И вот больные очень часто говорят, что как тугая шапка или каска азет, или обруч давливает голову. Вот это вот главная боль напряжения. Ну а раз уж мы об этом заговорили, может быть, тогда какое идеальное направление взгляда в монитор? Потому что за компьютерами-то, ну, не знаю, наверное, 80% людей сегодня сидят. Ну, должно ровный взгляд быть, то есть без каких-то вот колебаний под углом. И должна быть периодическая разгрузка, зарядка. Да, смена обязательно... Ох, вот мы даром сейчас заговорили везде про производственную гимнастику. Да, 30-40 минут, и нужно встать хотя бы немножечко размяться и сделать зарядку для глаз. И редко встречающаяся кластерная пучковая головная боль. Представьте себе очень острую, интенсивную головную боль в виске. Висок, лоб отдает в глаз. Глаз при этом может краснеть, слезиться. То есть вовлекается в вегетативное образование головы. Боль очень интенсивная, до 10 баллов. Есть такая 10-бальная шкала боли. Это максимум 10 баллов? Да, максимум это 10 баллов, да. Больной при этом может паниковать. Он может вызывать скорую помощь. Он может требовать немедленного какого-то, какой-то инъекции, чтобы избавить его от этой головной боли. И головная боль идет так называемым пучком. Что такое пучок? То есть это серия очень частых головных болей, которые продолжаются в течение от нескольких дней до нескольких недель. Вот это вот пучок обострения. Во время этого обострения больного, как правило, госпитализируют в больницу. Потому что состояние тяжелое. Потом при правильном подобранном лечении, эффективном, обострение переходит в ремиссию. И человек может несколько лет жить до следующего пучка или кластера. А такая боль возникает внезапно? Внезапно. Вот опять-таки про головную боль. Иногда слышишь выражение «болит мозг». И когда сильно болит голова, действительно кажется, что у тебя болит мозг. Что там болит на самом деле? На самом деле мозг не болит. В голове очень мало на самом деле образований, которые реально могут болеть. Болеть может мозговая оболочка, кожа головы, определенные структуры, которые, так сказать, нервные, оплетают сосуды головного мозга и тройничный нерв знаменитый. Да, вот первый ветвь тройничного нерва тоже очень часто увлекается и, так сказать, вызывает головную боль. А вот сам мозг, в том понимании, он не болит. Он не содержит чувствительных окончаний, поэтому болеть не может. Скажите, пожалуйста, входит ли в понятие хронической головной боли метеозависимые люди? Потому что, как известно, при перепадах давления у людей болит именно голова. Ну, надо сказать, что это один из факторов, который провоцирует головную боль. Как первичные головные боли, так и вторичные, которые являются следствием какого-то другого заболевания. То есть метеозависимость, да, безусловно, это важный провоцирующий фактор. Это не связано не только с изменением атмосферного давления, это связано также и с лунными циклами, с солнечным излучением, с магнитным полем Земли. То есть много различных факторов. Если не брать кластерную боль, о которой вы говорили, боль нестерпимую, все остальные виды терпеть чаще всего можно, и многие из нас как раз это и делают. Выпьем таблеточку, вроде полегче. Чем опасна хроническая головная боль, если не обращать на нее серьезного внимания? Она именно опасна тем, что, как вы сказали, большая часть пациентов занимается самолечением. Посоветовала соседка, пришли в аптеку, что-то попросили от головы, и тем самым это ведет к хронизации боли. Как правило, пациенты чаще всего принимают комбинированные анальгетики, то есть те препараты, которые в своем составе содержат более одного компонента. Так вот, это основная причина хронизации боли и трансформации, то есть перехода от какого-то вида острой первичной головной боли к хронической. И это ведет к тому, что в дальнейшем очень будет сложно специалисту разобраться, какой конкретно препарат или компонент препарата вызвал хронизацию боли. И очень сложно будет потом пациента, так сказать, отучить от этих анальгетиков, потому что они еще и вызывают привыкание и развивается так называемая абузусная или лекарственная. Я считала, на отмену, получается, да, головные боли возникли? Нет, это абузусная или лекарственная главная боль, это главная боль, связанная с неконтролируемым приемом комбинированных анальгетиков. То есть когда принимается более двух-трех таблеток, а иногда до 25 таблеток в сутки пациентами, либо большей дозой. Хорошо, а тогда все-таки вот, ну не бежать же сразу к врачу, да, заболела голова, ну мало ли, таблетку все равно выпили. Прошло сколько, я не знаю, ну давайте час, не помогло, пьют вторую. Вот сколько может продолжаться этот процесс и все-таки сколько таблеток обезболивающих в день действительно можно выпить, чтобы вот не усугубить проблему тем самым? В идеале рекомендуется прием монокомпонентных, то есть состоящих из одного действия вещества препаратов обезболивающих, не более одной-двух таблеток в сутки. Если головная боль при этом не проходит, то это прямое направление для того, чтобы обратиться к врачу, обратиться внимание на эту головную боль. Потому что головная боль может быть причиной серьезных заболеваний, которые требуют иногда экстренной диагностики и помощи. Приходит к вам пациент, жалуется на головную боль в течение, как мы с вами договорились, 15 дней. Какие формы и виды диагностики существуют для исследования вот такого серьезного вопроса? Дело в том, что большинство пациентов, они связывают развитие головной боли у них с какими-то сосудистыми нарушениями. Они говорят, где-то пережимает сосуд. Да, есть такое выражение. Кровь не поступает к головному мозгу. Это пациент сам диагностирует, да? Пациент, да. Где-то затрамбирован сосуд, они говорят. Вот так вот. Но если мы говорим о первичных головных болях, то они непосредственно не связаны с заболеваниями сосудов. То есть сосуды имеют уже вторичное значение в развитии этих головных болей. Поэтому в настоящее время ассоциации по борьбе с болью разработаны стандартные методы диагностики различных видов головной боли. И в настоящее время всем пациентам, которые страдают частыми головными болями, рекомендуется проведение электроэнцефалограммы. То есть это запись биотоков головного мозга, как работает кора головного мозга. Сейчас вот в нашу эпоху такой повышенной стрессовой нагрузки очень много выявляется пароксизмальной, повышенной, избыточной активности коры головного мозга. И вот эта избыточная активность, она может давать очень стойкие, частые головные боли. А также она может давать различные тревожно-депрессивные состояния, вплоть до панических атак. Соответственно, если такая активность на электроэнцефалограмме выявляется, то, соответственно, необходима медикаментозная коррекция снижения этой активности. Но это не единственный метод диагностики? Кроме того, проводят обследование головного мозга, шейного отдела позвоночника обязательно, то есть это рентгенография, это МРТ. Осмотр глазного дна обязательно проводится на предмет определения, нет ли повышенного внутричерепного давления. И насколько изменены сосуды внутри головного мозга, поскольку глазное дно является зеркалом, сосудистым зеркалом головного мозга. Есть также ультразвуковое исследование магистральных сосудов шеи. В связи с вышесказанным можно предположить, что диагностика занимает достаточно много времени и сил для того, чтобы определить причину. На самом деле нет, так как первично в любом случае начинается все с консультации врача-специалиста, как правило, врача-невролога, либо есть узкий специалист-цефалголог, то есть это специалист по головной боли. Уже при беседе с пациентом и при его осмотре большую часть причины головной боли можно уже исключить. И, соответственно, иногда сузить спектр обследований до минимума. Поэтому буквально до 1-2 дня пациенты могут быть обследованы, поставлены правильный диагноз, иначе это лечение. Лечение может занимать, конечно, длительное время. В любом случае диагноз ставится всегда клинически на основании осмотра, сбора анамнеза, жалоб больного и так далее. А вот все эти методики, они носят характер дополнительных методов лечения. То есть они подтверждают, либо опровергают первичную версию врача. Потому что именно для первичных, главных болей, изменений на этих дополнительных методиках можно не выявить никаких. То есть все будет в норме. И МРТ, и Г, и... То есть это здесь чисто клинический диагноз. И тогда пациент скажет, что у меня ничего не находит. Все считают, что я здоров. А на самом деле заболевание существует на фоне нарушения функции того же головного мозга. Ну и все-таки о лечении. Сколько может оно времени занимать и какого плана это лечение? Как велико его разнообразие? Ну, лечение на самом деле разнообразное. Зависит от причины головной боли. Если головная боль вторичная, то есть головная боль является симптомом какого-либо заболевания, то, соответственно, и правильной тактикой лечения – это будет лечение первичных причин, которые вызывают головную боль. Это может быть повышенное артериальное давление, это какие-то посттравматические изменения, это шейный остеохондроз очень часто вызывает такие хронические головные боли. То есть в этом плане иногда легче. Устраняя или корригируя основную причину, мы добиваемся и снижения интенсивности, либо вообще, в принципе, избавления от головной боли. Если это головные боли первичные, когда, как я уже говорил, чаще не находятся каких-то изменений структурных при дополнительных методах исследования, то здесь в зависимости опять от диагноза существуют методы довольно конкретного лечения, конкретных препаратов, которые помогают снять приступ, а также в дальнейшем избежать повторения этих приступообразных головной боли. Что мигрени, что кластерной головной боли, да, либо хронической ежедневной головной боли. Ну, если диагностика возможна, лечение возможна, тогда почему в начале программы мы говорили о том, что проблемы все-таки достаточно сложные и трудно поддающиеся? Ну, опять же, говорили о том, что пациенты, как правило, если можно так выразиться, приходят запущенными. Никто практически не приходит сразу к специалисту, а занимается самолечением, самообследованием, либо хождением по мукам по другим специалистам, которые отправляют пациента друг к другу, как бы пытаясь найти эту причину. И когда пациент уже доходит до невролога, анамнез его заболеваний уже довольно велик. И задача лечения бывает сложной в плане того, чтобы, как правило, пациент уже приходит с анамнезом приема именно комбинированных этих анальгетик, о которых я тоже говорил. И основная проблема состоит в том, чтобы отучить пациента от этих, потому что это реальная зависимость. И большая проблема, если это уже сочетается с какими-то тревожными, депрессивными расстройствами, а они практически в 90% случаев сопутствуют хроническим главным болям, то из-за этого вот-вот сложность именно в лечении именно в этом. Выпить таблеточку для того, чтобы избавиться от боли, это очень заманчиво. Тем не менее, когда предстоит медикаментозный длительный курс, людей это пугает, пить таблетки длительно никто не хочет. Поэтому и обращаются все куда угодно, к космосу, к народной медицине, к нетрадиционной медицине. Как Вы относитесь к возможности лечения хронической головной боли нетрадиционными какими-то методами? Ну, тут что можно сказать? Головная боль заболеваний очень устойчивая к лечению. То есть традиционные методы дают эффект спустя какое-то определенное количество времени. Вот поэтому лечение нетрадиционными методами при стойкой головной боли, то это один тоже из путей хронизации этой боли и ухудшения состояния пациента. Хотя легкие седативные препараты растительного происхождения, да, они могут пациенту в какой-то степени помочь. Но, как правило, не решают его проблемы. С другой стороны, существуют методики, которые пришли из восточной медицины, например, иглорефлексотерапия, различные дыхательные техники, йога, цигун, которые сейчас, в общем-то, входят в комплексное лечение головной боли и могут помочь пациенту уменьшить головную боль. Тут еще в лечении хронической головной боли важно ставить реальные цели. То есть если пациент болеет головной болью 5 лет, он пришел к врачу, и он хочет, чтобы врач назначил ему некое лечение, которое избавит полностью его от головной боли, это нереальная цель. То есть реальной целью будет уменьшение интенсивности головной боли и увеличение количества светлых промежутков. То есть тех дней, когда голова не болит. Не вылечит совсем. То есть это как бы первичное. Вот достигая этой цели, мы можем уже дальше достигать, уже дальше направить наше лечение в сторону более полного, скажем так, излечения, стабилизации пациента. Всегда возможно излечение окончательное или все-таки случаи бывают и другие? Бывают, когда хроническая головная боль сложно подается лечению. Это, как правило, связано с несколькими причинами. Одна из них – это отсутствие приверженности пациента к лечению. Так как хронические боли, как мы говорили, это длительный уже процесс, да, то требуется и длительное время для того, чтобы их уменьшить или избавиться от них полностью. Часто пациенты не готовы полностью соблюдать рекомендации специалистов, потому что сразу не видят должного эффекта. Они хотят также вот эту волшебную таблеточку. А мне ничего не помогает, не буду это делать. И раз, и то, что... А еще пациент хочет найти причину. Вот найдите мне вот этот сосуд, который пережимается, давайте мы его расправим, прочистим, и голова перестанет болеть. То есть вот с этой концепцией первичной головной боли как отдельного заболевания многие пациенты не согласны. Хронизация лечения порой исходит от самих пациентов, потому что они не привержены к лечению. Скажите, пожалуйста, Шиш, вот я так поняла, что попасть в категорию больных с хронической головной болью может каждый, и неизвестно когда, и почему, и от чего. Вот не хотелось бы, конечно. Поэтому есть ли смысл проходить время от времени какие-то профилактические курсы? Если да, то как? Ну, возможно, есть смысл проходить время от времени, если появляются какие-то жалобы, беспокойства, диагностические исследования, чтобы найти, вовремя обнаружить вот эту патологию, и если там, допустим, обнаруживает сосудистая какая-то патология, то, да, курсы профилактического сосудистого, приема сосудистых препаратов, вазоактивных, ноотропов, да, они, в общем-то, показаны. Безусловно. Вот. Ну, а лучшей профилактикой головных болей является изменение образа жизни. В какую сторону? Ну, это, кстати, казалось бы, очень просто, но очень для пациентов сложно выполнимо, когда говоришь, что нужно быть более активным, заниматься спортом, заниматься лечебной физкультурой, координировать свою деятельность рабочую, нормализовать цикл сон-бодрствования. Пациенты, ну, как-то к этому относятся, что это так просто, и все хотят именно таблетку волшебную. Укол. Лучше укол, да. Да. Чтобы вот укололи, и вот волшебство. И жить, продолжать жить с той же жизнью, что жили, ничего не меняет. А надо начать с простого, с немедикаментозных именно методик, которые на 50% могут привести к успеху уже. В дополнение, в дальнейшем уже с какими-то медикаментозными методиками. Очень большое значение имеет позиции самого пациента. Если пациент настроен на выздоровление, если он хочет действительно этого добиться, он будет менять свой образ жизни. Спасибо большое за эту беседу. Вот мнительность, страшное дело. Сейчас поймала себя на том, что страшно болит голова. Но будем подводить итоги сегодняшней программы. И так сама по себе хроническая боль не пройдет. И часто она с трудом поддается медицинскому лечению. Как правило, она влияет на психику человека и на качество повседневной жизни. И если на протяжении длительного времени вас беспокоят головные боли, обратитесь к врачу и не решайте проблему самостоятельно. До свидания. До свидания. До свидания.